На уборке Хабаровских улиц, по данным мэрии, сегодня работало более 1200 рабочих и спецтехника. Но из-за днечищенных тротуаров в травмпункте второй день наплыв пациентов. При этом травмы пострадавших серьезные. По городским улицам прошлась Татьяна Репина. Влад Анфилофьев приехал в Хабаровский травмпункт на перевязку. Ногу сломал неделю назад, но сегодня утром, пока на Костылях допирался из поселка Горького в город, едва не заработал второй перелом. Вышел из дома, у нас, как обычно, ничего не очищено. Два раза долбанулся. Ну, как-то с виду вроде снег, наступаешь, тут же лед. Это благо, что помогли встать, а так бы и лежал бы. Как бы здесь пока дошел, чуть не навернулся. Но если действительно бабушка упадет, здесь ничего не посыпано. Пациенты с переломами из-за нечищенных тротуаров в травмпункты идут второй день подряд. В понедельник врачи приняли на 20 пациентов больше обычного. Сегодня с утра пострадавшие продолжают поступать. Упала, шла, ну, с автобуса, с ДП-2 и снег в лицо, естественно, под там не смотришь. Упала вчера, вроде ничего, сегодня просто не возможно. Врачи говорят, до рекорда пока далеко. Аномальное количество пострадавших, 160 человек, было 9 ноября, когда Хабаровск превратился в ледяной каток. Сегодня ожидают не больше 80 пациентов. Пострадавших меньше, но травмы серьезнее. Если перелом, то он уже со смещением. Если перелом, скажем, в области голеностопного сустава, то опять же лодыжек со смещением. Либо перелом костей голени. Если перелом верхней конечности, то перелом лучевой кости в типичном месте со смещением. То есть утяжеляется травма. То есть количество пациентов, возможно, и меньше, но травма тяжелее. Улицы в Хабаровске чистят с утра, но не успевают. Даже площадь Ленина утром выглядела, как снежное поле с козьими тропами. Коммунальные службы в первую очередь убирают снег с автобусных остановок. Самые чистые тротуары напротив магазинов. Но дальше своего квадрата частники не чистят. Большинство дворов с утра буквально непролазные. Дворники на работу вышли в 7 утра. Но рук на все не хватает. Смогу до вечера чистить дорожка выхода. И потом трактор приедет, откроет дорогу. Помочь дворникам выходят жильцы. Николай Березовский взялся за лопату в 10 утра. За час успел расчистить дорогу к своему подъезду. Время свободное есть. Силы позволяют. Почему бы нет. Ну вот подъезд. Ну что же. 7 лет живем. Трудно выйти. Если есть время. По правилам благоустройства Хабаровска очистить придомовые территории коммунальщики должны не позднее 12 часов после снегопада. А вывезти снежные кучи из дворов в течение 12 дней после того, как снег закончит идти.